так с крыши приходится снимать покрытие но я имею не покрытия краску вот до родного до родного по той простой причине что вот вот эти рыбьи глаза вот они вот их по всей крыши ну естественно целая куча вот ну тут много причин почему это происходит пока и по некачественным материалом вряд ли конечно больше это когда нагревается уже компрессор и начинает гнать воду гнать конденсат а отсекателей влаги нету либо они там есть но плохие я не знаю вот тут по отражению вот она вся вот в таких вот точечках вот она вся такая поверхность на нее красить конечно нельзя потому как это она подвинется не то что по дну возможно до начнет подымать также отваливаться это просто вся работа на смарку пойдет вот приходится вот тот обдирать ну и кое-где вот тут вот пошел надо обработать преобразователем герметик новый заложить в общем вот такие вот дела геморрой конечно с крыши почему-то нету этого по всей машине а есть только на крыше возможно когда машину к начали красить ее начали не с крыши красить а красить стали с боков вот а уже когда компрессор перегрелся либо может масло там стало естественно попадать либо от конденсат погнал что ну наверняка да потому как есть отсекатели такие наполняются за ними не следит как бы маляр вот а тому же воду воде то есть воды полно в этих отсекательных и он уже гонит их в пистолет а вот поэтому происходят такие вот проблемы ну что то же время уходит на это ободрать надо все абсолютно так ну вот всю крышу зашкурил сейчас загрунтую и пусть постоит пару дней как раз тепло обещали фу два дня с этой крыши промутухлся промутухлся два дня так ну ладно сейчас обезжириваю задую такс ну что вчера крышу за грунтовал и вот он подсох и сразу проявил ну чем мне нравится этот грунт сразу он проявляет где царапки где провалы где рисочки такие вот поэтому сейчас я вот сюда заложу на стыке шовный герметик и задую второй раз и уже будет нормально вот еще хочу показать такой небольшой момент это у меня но все тот же джета про только шовный герметик вот но я его сейчас возьму и разбавлю вот он прекрасно разбавляется синтетическим растворителем вот либо универсального то меня были был такой вот сейчас я покажу от растворитель номер один вот универсальный он тоже им очень хорошо растворяет продам не закончился вот хозяйственных магазинах он нас здесь продается вот есть у меня еще вот такой вот бриада ленты какой-то бриада ленты это вот синтетический растворитель в баночку сейчас положу его и растворю чтобы он был жиденький я вас спокойненько выдавлю на стыке металлов там на крыше и он у меня затечет и так же быстро высохнет вообще без проблем и будет аккуратно ровненько он во-первых будет не так быстро застывать сейчас ладно на паузу нажму вымешивай пока ну вот вот он отлично вымешался там такой как сметанка не тугой и его очень удобно накладывать конечно когда в тубе в тубе если брать по в тубе вообще нет проблем но дело в том что в тубе очень мало объема вот поэтому выгоня брать такими банками естественно его надолго хватает вот чтобы хорошо положить растворил его чуть-чуть и кисточкой раз вот либо через пакетик если надо положить такой как бы линии ровненькой вот поэтому я сейчас заложу и на крышу и вот между крыльями где я делал вот вот он отлично такой тягучий все что остается как бы в банка закрывается он не пропадает не засыхает все так же как бы хранится так что вот так вот можно акриловые не пойдут растворители вот сразу говорю только вот синтетические растворители насчет 46 47 там 650 я не в курсе вот я просто брал либо вот такой вот синтетический либо универсальный универсальный номер один сейчас будем закладывать но сегодня как бы солнечный день у нас так ну что вот передал я вчера крышу опять же другим цветом друг грунт тот же только цвет другой где перекрывает где нет так что все в порядке красить на работу завтра или послезавтра так что у нас шумный герметик шумный герметик застыл наверное вот у меня на ножи которые до чем не нравится герметика тот он не дубеет как шпаклевка он он именно вибрация кузова и потому что это же между деталями он наносится получается детали как бы шевелятся на швах вот а он остается такой же пластичный так снова на хорошо так ночью крыша готова осталось обезжиривателем пройти перетер я ее вот поэтому покрашу отдельно крышу пусть она посохнет и потом машину на колеса поставлю займусь уже всем остальным ну а когда красить я просто укрою целлофан вот во первых так будет почище это раз во вторых компрессор не успеет нагреться это два конденсат не будет хоть у меня фильтра стоят но все равно мало ли вот поэтому по отдельности красить это удобнее во-первых вытяжка у меня такая стандартная дверь форточки обычными гараж без всяких там прибуд вот поэтому так по элементам буду красить крыша отдельно капот двери все сразу покрашу естественно а там уже а там уже как пойдет ну все так ну вот крышу я покрасил принципе нормально принципе нормально для него это конечно хотел крупной кирзой покрасить а не получилось солнце правда уже светит пол литра база ушло ну не считаю твердителя растворителя хорошенько я залил такие еще что там если полирнуть впоследствии потому когда она уже высохнет то может где-то там какие риски проявит в принципе не должно два слоя грунта поэтому должно быть нормально но все равно полировка она будет чтобы там где-то слой убрать может 2 полировать и тогда будет как яичко ну ладно все нормально нигде сама глава не убежала краска нигде никаких потеков нету да и крышу в принципе сама просто красить